В зоне особого внимания полпреда инклюзивное дошкольное образование. В рамках окружного проекта «Ментальное здоровье» в республике реализуют практики для социализации особенных детей. Забивают голы, рисуют картины песком, собирают конструкторы, плавают в бассейне. И так каждый день. В столичном садике номер 7 28 групп общеразвивающей направленности. Две для детей с ограниченными возможностями здоровья и одна инклюзивная группа. Образовательное учреждение стало экспериментальной площадкой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональные психологи, дефектологи, логопеды помогают адаптироваться в обществе и родителям. Они тоже равноправные участники важного процесса социализации. Радость того, что мне предоставили и моему ребенку предоставили возможность развиваться вместе с другими детьми. Это очень важно, что и мама, и ребенок не находятся в изоляции. Созвездия посещают 47 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Шесть из них с расстройствами аутистического спектра. Здесь хорошая база для устранения различных нарушений. Ликотека, бассейн, специально оборудованный физкультурный зал. Чуваша – одно из первых подключилось к общественному проекту Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику в регионе прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Чем раньше обнаруживаются расстройства аутистического спектра, тем легче их лечить. Коллектив детсада дает шанс детям пойти в обычную школу. Мы видим, что действительно работа организована на очень высоком и хорошем уровне и техническое оснащение. И самое главное, что некоторые функции работники детского сада мы видим, что берут и дополнительные в плане консультационного оказания услуг и помощи. Это, конечно, очень хорошо. И важно, чтобы вот этот опыт и эта работа и была продолжена, и могли воспользоваться и другие регионы. Я думаю, что это будет полезно и для того окружного проекта «Ментальное здоровье», который мы проводим, в плане как раз организации этой работы, помощи семьям и детям. В садике готовы помочь семьям, живущим и в других районах и городах Чувашии. Здесь работает колл-центр, где оказывают педагогическую, методическую и консультативную помощь. В месяц поступает более 500 звонков. Эту работу удалось наладить за счет средств федерального гранта. Татьяна Трофимова, Владимир Синдеев, Республика.